Скандал вокруг Алматинского зоопарка перешел в другую плоскость. Общественность заподозрила, что шум вокруг зверинца не утихает, потому что кому-то понадобилась земля. Зайсадзе расположен в центре города на участке в 21 гектар. Защитники опасаются, что могут лишиться любимого места семейного отдыха. Впрочем, признают, что смотреть на больных животных тоже нелегко. Сегодня стало известно, что спасением тигрицы по имени Куралай, находящейся в тяжелом состоянии, займется главный врач московского зверинца. Тимур Ермашев продолжит тему. В Алматинском зоопарке все еще не оставляют надежду на выздоровление амурской тигрицы Куралай. В ближайшее время в Алматы должен прилететь главный ветеринарный врач московского зверинца Михаил Ольшинецкий. Прежде этот специалист уже осматривал хищницу и даже давал рекомендации по ее лечению. Но, судя по всему, они так и не были выполнены. В Казахстан московский ветврач прибудет по приглашению известного бизнесмена Раимбека Баталова. Мы обратились к держателю книги, госпоже Глуховой Алла, которая является держателем книги по амурским тиграм. И это международный стандарт, международная организация, которая регулирует вообще все вопросы, связанные с амурскими тиграми. Она нам посоветовала одного из гуру по амурским тиграм. Помимо Куралай, проблемы со здоровьем испытывают также еще одна тигрица Рада и белый медведь Алькор. Они также будут осмотрены московским специалистом. Тем временем в обществе все чаще стали звучать высказывания о том, что деятельность алматинского зверинца не случайно подвергается критике именно сейчас, хотя проблемы были и прежде. Некоторые общественники уверены, что удручающее положение животных рано или поздно может привести к закрытию зоопарка, а его территория будет передана в частные руки. Зоопарк закрывать нельзя. То есть это научное учреждение и это государственное учреждение. Оно несет и образовательные функции, и научные. Мы опасаемся того, что земля, перейдя в частные руки, постепенно будет приватизирована и пущена под коммерческие цели. В качестве потенциального покупателя территории алматинского зоопарка общественники видят все того же Раимбека Баталова. Однако сам предприниматель отвергает подобные слухи. Здесь идет полная манипуляция. То, что у меня абсолютно искреннее желание помогать зоопарку, я абсолютно бескорыстно. И есть люди, которые просто-напросто искажают данные, мне кажется, преследуя какие-то свои, наоборот, корыстные цели, либо там определенные какие-то, так сказать, заблуждения. Тем не менее, защитники зверинца уже готовят письмо в Акимат Алматы, а также в Генпрокуратуру и в правительство с целым рядом требований. В частности, речь идет о передаче зоопарка под контроль профильного министерства, преобразовании его из просто коммунального в республиканское государственное предприятие и восстановлении финансирования из бюджета. Кстати, по данным попечительского совета, помощь зверинцу на его полную модернизацию уйдет вовсе не 400 миллионов тенге, как ранее утверждал нынешний руководитель Канад Каримов, а порядка 70-100 миллионов долларов. Тимур Ермашев, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал.